Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас с вами второй прогноз для представителей всех знаков зодиака. Карта дня на 12 декабря 2022 года. Давайте с вами посмотрим, какой это для нас будет день, что он нам принесет. После общей части мы посмотрим карту дня для каждого знака зодиака в отдельности. День относительно спокойный. Знаете, я бы так сказала, что здесь человек будет обдумывать какие-то варианты, о чем-то размышлять, думать о том, что ему предлагают. То есть мы видим здесь фигуру человека, которому что-то дают, что-то протягивают. Какое-то предложение, возможно, в этот день. И я думаю, что вы будете взвешивать для себя все за и против. Соглашаться, не соглашаться, как поступить, как быть. Что в позитиве будет 12 декабря? А в позитиве будет все то, что связано со здоровьем, с красотой, с продуктивностью какой-то. И тут, знаете, как... Вот у меня такое впечатление, что здесь вам помогут в этот день какие-то ваши родовые таланты. Что-то у вас есть такое, что в определенный момент вот в этот день даст о себе знать. И это будет в позитиве. Некая женщина, да, может вам помочь в решении тех или иных вопросов. То есть это может быть ваша мать, это может быть ваша жена, допустим. То есть женщина достаточно такая важная в вашей жизни. Так, что в негативе 12 декабря? В негативе могут быть всевозможные какие-то искушения. И я думаю, что здесь может быть в негативе как подавление. Когда человеку что-то предлагают, вроде бы как ему дают какую-то, ну как замануху, да. То есть вот что-то предлагают, но в то же самое время вот человек, который делает это предложение, он может настаивать на чем-то своем. То есть за этим предложением может быть какой-то негатив, да. То есть предложение действительно может быть неблагоприятным для вас. Знаете, как будто бы такая красивая обертка будет, как будто бы вот вам могут так все рассказывать, подавать и представлять. А на самом деле, то есть человек, который делает это предложение, он хочет получить власть над вами. Но по данному раскладу здесь интересно получается, что в противовес дьяволу выступает вот эта женщина. Мы вообще видим пару, да. Здесь мужчина-женщина и здесь вот эта пара. То есть есть некий человек, который хочет вас подчинить себе, подчинить своей воле. Но даже если у вас, у самих не получится как-то дать отпор или правильно оценить что-то, то, что к вам идет, то в этом вопросе вам поможет какой-то близкий вам человек. Ну, интересно, давайте будем дальше смотреть. На что следует обратить внимание? Понимаете, потому что в негативе, помимо всего прочего, это страх. Это, знаете, какие-то инстинкты, ну вот нехорошие. Это вранье какое-то, взятки могут быть. Когда человека хотят на чем-то поймать, да. То есть вот какой-то компромат на человека могут собирать. Так. На что следует обратить внимание 12 декабря? Ну, все-таки, да, то есть высшие силы. Смотрите, как интересно. Здесь идет действительно борьба, ну, если можно так сказать, добра со злом. Потому что здесь высшие силы, они указывают. Вот здесь два человека, два человека, тут два человека. Что прислушайтесь, да, прислушайтесь к закону, прислушайтесь к правосудию, прислушайтесь к своему сердцу. Обратите внимание на какие-то церковные каноны. На какие-то правила, связанные с религией, допустим. И сделайте так, да, то есть примите верное, точнее, примите верное решение. Не верьте сладким речам, да, то есть не верьте этим льстецам. И тут высшие силы, да, они как бы выступают на стороне данного человека. То есть они показывают, что у тебя все будет, но будет немножко по-другому. Поведи себя немного по-другому. Не попадай в зависимость к этому дьяволу. То есть здесь идет противовес такой определенный. Вспомни о своих корнях, да, вспомни о своем роде, вспомни, допустим, о каких-то принципах, о каких-то канонах. Ну вот здесь противостояние однозначно. Что в личных взаимоотношениях? Уход от проблем. Да, мы видим мужчину, женщину. Опять здесь пара и тут, ну, в принципе, фигура закрыта, но мы предполагаем, что тут женщина сидит с ребенком. То есть мы видим семейную пару или это могут быть какие-то партнеры. Здесь тоже могут быть партнеры, которые уходят от проблем. То есть если вы не купитесь на что-то или не будете бояться, потому что здесь может быть воздействие через страх какой-то, да, то есть вас могут запугивать или шантажировать, допустим, принуждая что-то сделать или принуждая, скажем так, подчиниться. Если вы не будете бояться или не погонитесь непонятно зачем, то вы сможете избежать каких-то грандиозных, серьезных проблем. То есть на самом деле здесь женщине необходимо довериться мужчине, а мужчине нужно взять ответственность на себя. Да, потому что эта женщина, да, она активна не будет, но она поможет своей энергией, она поможет своим советам. То есть она смотрит вперед, да, то есть вот она как-то впереди, она перед этим мужчиной, она его как прикрывает. То есть здесь идет вот непростая ситуация в этот день. Мужчина проявляет активные действия какие-то, женщина более пассивна, но так или иначе она играет важную роль. Благодаря своим знаниям, благодаря своей силе, опыту. Так, хорошо. А что в рабочей сфере? Ну вот этот, понимаете, фигура, вот этот человек, который пытается вот воздействовать на вас, он очень мелочный на самом деле. И я бы сказала так, фигура мелкая. Противостояние пажа и императрицы. Противостояние пажа и ярофанта. Понимаете, то есть здесь идут неравные какие-то силы. Но вот этот человек, для того, чтобы одержать победу, он прибегает к тому, кто внизу. То есть он идет на какие-то уловки. Он может сплетни разводить, допустим. Ну в общем, ну не чисто на руку какой-то. Может, допустим, вас оклеветать без проблем. Он даже глазом не моргнет. Подстрекать может. Но главное вам на это не вестись. Потому что данный человек, вот то, что он себя так ведет, на самом деле он слабый. И вот этот человек сам является на привязи у дьявола. Вот он будет вас подстрекать. Он будет угрожать. Он может угрожать вам. То есть вот он стоит. Смотрите, мы видим пару, которые отправляются в путь. Он стоит, преграждает и говорит, как будто бы, нет, я не пущу, я не дам, я не разрешу, допустим. Ну, тут прямо как сопротивление, опять же, с чего вот мы начали. Почему человек так делает? Да, потому что им руководит жажда власти. То есть здесь вот есть какая-то серьезная у человека проблема с этим. Да, так. Но в то же самое время вы должны понимать, что дьявол стоит за его спиной. Соответственно, вот этот человек, у него уже ноги здесь как будто горят, да? То есть они как в огне. Ну, что-то припекает прямо. А вы будьте выше этого. Далее. Можно ли давать деньги в долг 12 декабря? Можно. Можно ли брать деньги в кредит? Можно. И общий совет карт для всех нас на 12 декабря. Угу. Не унывайте. Не унывайте, не грустите. Знаете, как бы не загоняйте себя в угол. Даже если вам будет казаться, что что-то идет не так, как вы того хотели, или до конца вы не понимаете какую-то ситуацию, или вам кажется, что вы недостаточно себя как-то проявляете, или что-то делаете, поверьте, это только вам кажется. На самом деле все совершенно иначе. Вы делаете все, что от вас зависит. И здесь идет борьба определенных сил в этот день. Соответственно, понимаете, как есть люди, за которыми стоят, ну, если так делить, да, как бы, светлые силы, и есть люди, за которыми стоят темные силы. Вот они здесь. И здесь идет сопротивление. Но вот вы должны понимать, что для того, чтобы одержать победу, вам не надо бороться. Вам нужно что-то для себя прежде всего осознать и поставить себя. Вот то, что я говорила по поводу императрицы. Вспомнить про свой род, про свою значимость, про свою самоценность, допустим. И вот на это опираться. Вот в этом будет ваша сила. Не выступайте в роли провокатора. Не усугубляйте. Дайте, пусть, если даже на вас нападает этот человек, делает какие-то нападки, что-то как-то, воду эту баламутит, ну, пусть делает, ради Бога. Поверьте. Тот, кто за его спину, с него же и спросит потом в итоге. Ну, послание феи. Интересный, конечно, такой расклад получается. Послание феи на 12 декабря. Дети. Общение с детьми – важная часть вашего предназначения. Так что подумайте о детях, о своих, о чужих. Что-то в этом есть. Или же ищите подсказку в своем детстве. Может быть, какие-то воспоминания из детства. Что-то когда-то у вас было похоже уже в жизни. Какая-то ситуация может повторяться. Так, давайте смотреть. Общая карта дня для Овнов на 12 декабря 2022 года. 12 декабря. Для Овнов день очень активный, продуктивный. Вы будете как будто бы на коне. Вы спешите. Вы хотите о себе заявить. И, в принципе, у вас это получается. Активность прямо вот сегодня будет у вас в этот день на высоте. Но на самом деле вы будете испытывать какую-то неуверенность и подавленность. То есть вы как будто будете играть на публику. Очень много действий будет. Но очень много говорить будете. Очень много делать будете. Знаете, как писать и звонить. И вот вы везде. Вы везде как будто будете. Но на самом деле вы поймете, что вот эти какие-то ваши дела, они пустые. Почему? Потому что та публика, перед которой вы что-то показываете, вы что-то демонстрируете, это не ваша публика. Это не те люди, которые поддержат вас. Вы здесь неправильным путем можете пойти. Хотя изначально подумаете, что делаете все верно. Вот так. Далее. Тельцы. Карта дня для вас. Тельцы. Карта дня для вас на 12 декабря. Для тельцов день такой напряженный. Здесь идет как вопрос справедливости какой-то. Может быть будете оформлять какие-то документы, получать какую-то помощь, консультацию. Некий человек будет выступать в вашу защиту. То есть он будет на вашей стороне, скорее всего. И через этого человека вы получаете какой-то желаемый результат. То есть может быть вы трудоустроитесь, допустим. Или вы попадете к грамотному специалисту, врачу, к примеру. Или вам попадется, ну или посоветуют вам хорошего юриста, да. То есть вот общаясь, коммуницируя с данным человеком, вы получаете для себя определенный вот какой-то результат. Хороший. Так что не упустите что-то. Близнецы. Карта дня для вас. Для близнецов прекрасный день. Умеренность, гармония, все хорошо, баланс. То есть вы понимаете, что вы на своем месте, что вам не надо никуда спешить, что все хорошо. Вам всего в жизни хватает. Да, ну вот здесь еще будете как благоустраивать, может быть, ваш дом. И обращаться у меня такое впечатление, будете как к народной медицине. Какие-то травы можете заваривать, допустим. Какие-то препараты вот народной медицины принимать. Вот. А, также можете получить известия, важное известие издалека. Или же какие-то подарки могут к вам прийти издалека. Так. Раки. Карта дня для вас на 12 ноября. Ноября. Декабря. Раки. Карта дня на 12 декабря. Так, ну для раков здесь такой день будет. Знаете, я не могу сказать, что напряженный или не напряженный. Нет, он будет спокойный. О чем-то будете думать, вы будете для всех как-то закрыты. Знаете, как будто бы вы будете что-то анализировать, вспоминать, обдумывать. И близко к себе не будете никого подпускать. То есть есть какие-то у вас тайны, есть какие-то секреты. И, по сути, тут присутствует желание, знаете, как побыть наедине с самим собой. Или сама с собой женщина вот захочет как-то побыть. Услышать себя, да. То есть здесь идет как обращение к своему внутреннему миру, да. То есть вот этот внутренний мир будет играть важную роль в этот день. Ваша интуиция будет давать о себе знать. То есть вы как будете что-то прогнозировать. Ну, в целом день спокойный. Львы, карта дня для вас. Для львов день такой, знаете, спокойный, хороший, домашний, уютный. Решать вопросы можете, связанные с дорогой или с проживанием. Смотрите, здесь мы видим на карте луна, мы видим две башни. И здесь на карте оракула мы видим, что женщина идет, и перед ней развилка. Две стороны. То есть что-то вы для себя будете выбирать. С чем-то вам нужно будет определиться, однозначно. Но здесь очень важно, не поддавайтесь каким-то иллюзиям. Может быть вы сразу не в состоянии правильно оценить какую-то ситуацию. Чего-то вы не замечаете. Знаете, как будто бы вам необходимо здесь оставить что-то. Оставить и посмотреть потом на это что-то со стороны. Ну, вот когда уже пройдет какое-то время. Потому что здесь есть угроза того, что вы можете сделать неправильный какой-то выбор. Неправильную дорогу выбрать. Девы, карта дня для вас. Я свечку, по-моему, так и не зажгла. Сейчас, секунду. Для дев хороший день, продуктивный. Вы здесь работаете, что-то делаете, что-то составляете. В принципе, заработок у вас может быть, какие-то заказы, какие-то хлопоты. Все хорошо. И скорее всего, что у вас работа будет связана с неким человеком. Это может быть мужчина тот. И он сделает либо вам как заказ какой-то, либо от него будут финансы определенные. То есть, вот здесь идет благополучие через данного человека. Но то, что вы будете делать, вы знаете очень хорошо. Вы являетесь мастером своего дела. Лучше вас. Это никто не знает. Так. Весы. Карта дня для вас. Для весов прекрасный день. Исполнение вашего желания. Вы довольны собой, довольны окружающими. Все хорошо. У вас, знаете, как жизнь удалась. Здесь вы действительно ощущаете себя на высоте. Это карта рога изобилия. То есть, в принципе, все к вам идет. Но даже не идет омчиться на самом деле. Какие-то вести, какие-то перемены, какие-то новости, какие-то предложения, дела. То есть, кто-то к вам спешит. Или кто-то к вам спешит. Может быть, вы сидите и ждете некого человека, его появления. Но так вот, вы знаете, что кто-то к вам тоже может спешить. Кто-то едет. Так, далее. Скорпионы. Карта дня для вас. Для скорпиона в день спокойный. Вот вы сидите, что-то обдумываете. Какое-то предложение. Не знаете, соглашаться вам или нет. Как вам поступить. Как быть. В какой-то степени вы можете быть даже растерянны. И здесь у вас какая-то... Мы видим, какую ситуацию. Мужчина и женщина. Пара. И мужчина и женщина друг от друга отвернуты. Нет взаимопонимания. Вы будете думать в этот день, как наладить ваши отношения. Как сделать так. Это касается не только личных взаимоотношений. Это могут быть и партнерские какие-то отношения. И вот вы будете думать по поводу того, как сделать так, чтобы в ваших отношениях был определенный мир. Было согласие. Стрельцы. Карта дня для вас. Для стрельцов день напряженный. Но здесь идет как выход из какого-то кризиса. То есть вы окажетесь, знаете, вот уже перед какой-то определенной ситуацией или в определенной ситуации, что дальше тянуть нельзя, ждать уже тоже нельзя. Надо что-то делать. И вам подскажут какое-то... Вам подскажут два варианта каких-то. И вам необходимо будет что-то выбрать для себя. Потому что так продолжаться у вас не может. То есть здесь потеря каких-то ресурсов, сил, возможностей, понимаете. Но тут вот как будто высшие силы вам укажут через некого человека, что есть два варианта развития событий. Вот вам нужно будет что-то для себя выбрать. Козерожки, дорогие, смотрим. Карта дня для нас. Прекрасный день. Планы. Какие-то планы. Козероги строят планы вообще на дальнейшее. И держат... Смотрите, здесь человек держит земной шаг в своих руках. Что-то вы получите в этот день. Какое-то очень ценное предложение. Какую-то ценную информацию. Или вы владеете уже какой-то информацией. То есть вас не удивить в чём-то. Что-то есть у вас такое, чего нет у других. Вот вы понимаете, что перед вами то, что вы имеете, открывает как будто двери. То есть вы можете себя нести прямо. То есть это то, что придаст вам определённую уверенность. Это то, что даёт вам силу. Или ваша сила даёт вам вот это. Ну, здесь уверенность. Вы будете уверены в каких-то действиях, в каких-то поступках. То есть тут вы чётко видите, как будто что будет дальше. И вы уверены в том, что вот события будут таким образом развиваться. Ну, а здесь открытие каких-то новых перспектив. Новые горизонты какие-то перед вами открываются. Новые возможности. Водолеи. Карта дня для вас на 12 декабря. Для водолеев хороший день. Поездка, романтика, чувствительность, свидание, приятные разговоры, времяпрепровождение. Тревоги вас отпускают. Какие-то печали, тревоги. Это всё уходит. Вам снова хорошо. Вам хочется жить, творить и создавать что-то. Рыбки. Карта дня для вас. Ну, рыбки здесь берут меч в свои руки. То есть рыбки здесь хотят что-то уже решить, сказать. Тут появляется какая-то у вас интересная мысль, какая-то зацепка. И вот у вас появляется желание действовать. То есть что-то вы хотите реализовать. Вот. Что-то хотите реализовать. Очиститься от чего-то. То есть, может быть, здесь будет какой-то серьёзный разговор по поводу очищения. То есть, как разбор полётов какой-то. Может быть, всё будете ставить на свои... Всё будете ставить, скажем так, на свои места. Всё по полочкам у вас будет. Чётко, внятно и понятно. Никаких иллюзий. То есть, здесь вот определённая у вас будет ясность. В разговоре с кем-то ясность самим собой. Вот так вот. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго.